Поговорим об астме. Есть ряд интересных фактов об астме. Возможно, вы о них не слышали. Что такое астма? Это хроническое воспаление в лёгких. На самом деле это сбой в работе иммунной системы. Основные симптомы — свистящее дыхание, кашель, стеснение в груди, одышка. Обычно они усиливаются вечером, при занятиях спортом или если воздух сильно загрязнён. А также наличие аллергии тоже может спровоцировать астму. Одно из лучших средств против астмы — солнечный свет. Если у вашего ребёнка астма, пусть он больше гуляет на солнце. Так он получит необходимое количество витамина D, и симптомов астмы будет всё меньше. А теперь взгляните сюда. 397 тысяч человек в год умирают от астмы. Это данные на 2015 год. Обычно она появляется у детей в возрасте до 12 лет. Слово «астма» имеет греческое происхождение и означает «тяжёлое дыхание». Тесный контакт с бактериями в раннем детстве помогает предотвратить астму. И напротив, жизнь в стерильно чистой среде повышает риск развития астмы. Почему же? Потому что иммунная система обучается благодаря контакту с патогенами. Именно так появляются антитела. А без них иммунная система ослабевает. Ещё риск астмы гораздо ниже у тех, кто живёт на ферме или при наличии домашних животных. Почему? В деревне или рядом с домашними животными гораздо больше контактов с патогенами. Ещё риск астмы повышает приём антибиотиков в раннем возрасте. Представьте, маленький ребёнок, он постоянно болеет, и родители дают ему антибиотики снова и снова. Это повышает риск развития астмы. Кесарево сечение повышает риск возникновения астмы от 20 до 80%. Почему же? Из-за того, что ребёнок меньше контактировал с полезными бактериями, необходимыми для формирования иммунитета. Если у вашего ребёнка астма, я бы посоветовал давать пробиотики, потому что здоровье кишечника — это очень важно. И, конечно же, много витамина D. Ещё есть интересная терапия, которая лично мне нравится. Она называется метод Бутейко. Ссылку я оставил внизу. Суть в том, что при астме человек дышит верхней частью грудной клетки, вдыхает в основном через рот. Так он пытается вдохнуть больше воздуха. Проблема в том, что такое тяжёлое дыхание через рот снижает количество углекислого газа, и это отнюдь не полезно. При снижении уровня углекислого газа в лёгких также снижается уровень кислорода в крови, ведь углекислый газ и кислород работают вместе. Если уровень углекислого газа снижен, кислород крепче связывается с гемоглобином и не отцепляется. Так что старайтесь дышать носом. Это поможет нормализовать уровень углекислого газа и кислорода. Старайтесь выровнять дыхание, дышать медленнее и спокойнее. Это стимулирует парасимпатический отдел нервной системы, потому что... Только представьте, стресс активирует симпатический отдел, в особенности, когда начинаете дышать вот так. Это приводит к сужению сосудов, а не расширению. Но воздух и так уже с трудом попадает в лёгкие, а кислород — в клетке тела. Так что успокойтесь, сфокусируйтесь на дыхании носом через диафрагму, и это даст нужный эффект. Ниже будут ссылки. Советую посмотреть. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok